Добрый день, коллеги! Сегодня наша марка наклеена на коробку с новогодними подарками. Главный подарок, по мнению некоторых коллег, преподнесло революционное разъяснение комиссии по и стандартном федеральной палате адвокатов. Касалось оно вопроса отказа от защиты. Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты. Точка. Такова императивная норма закона. Долгое время на эту тему как-то не решались говорить всерьез, хотя обсуждали неоднократно в научных кругах, на конференциях. И вот, наконец, свершилось. Отказ от защиты и расторжение договора с клиентом – разве это одинаковые понятия. Гражданский кодекс говорит, а стороны свободны в заключении договора. Да и расторгнуть могут этот договор либо в суде, либо с соглашением, либо еще как-то. Но если одна сторона откровенно не выполняет условия договора, например, не платит, обязана ли другая сторона работать себе в ущерб? Вот про разницу в понятиях и поговорим. По смыслу заключения квалифкомиссии о применении пункта 2 статьи 13 Кодекса профессиональной этики адвоката данные понятия разводятся. То есть, в общем, с одной стороны, с одной стороны, Комиссия по этике и стандартам в самом начале говорит о том, что ни одна норма действующего закона и Кодекса профэтики, кстати говоря, она не наделяет адвоката правом отказаться от принятой защиты, тем самым подтверждая незыблемость этой процессуальной нормы. И совершенно очевидно, что Комиссия по этике и стандартам не имеет таких полномочий, чтобы норму закона изменять. Но Комиссия по этике и стандартам использует термин не отказ от принятой защиты, а прекращение осуществления защиты. И полагает, что, в общем, имеет на это правовое основание, поскольку это прекращение вытекает из права, гражданское право, право защитника на расторжение соглашения об оказании юридической помощи. Отказ от защиты и расторжение договора с клиентом, конечно же, неравнозначные понятия. Понятно, что отказ от защиты гораздо более широкое понятие, потому что отказ от защиты может наблюдаться и в ситуациях, когда договор не расторгнут. Например, адвокат не исполняет свои обязанности, оставляет своего доверителя без защиты, несмотря на то, что имеется соглашение с доверителем, не является в судебные заседания, пропускает, не подает определенные документы, ну и так далее, не предпринимает те действия, то есть фактически оставляет своего доверителя без защиты, которая ему требуется, в том объеме, который ему требуется. Если же говорить о расторжении договора, здесь тоже нужно оговориться обязательно, потому что Гражданский кодекс говорит о том, что расторжение договора возможно в двух случаях, либо по соглашению сторон, либо в судебном порядке. Здесь, видимо, речь идет об одностороннем отказе от дальнейшего исполнения заключенного договора, которое возможно в определенных предусмотренных законом или самим договором случаях. Так вот, отказ от дальнейшего исполнения договора, здесь как раз рассматриваемое разъяснение Совета. ИКС дает нам определенные ориентиры в этом случае. Дело в том, что в тех случаях, когда доверитель не исполняет свою часть соглашения, тем самым он разрушает вот эту вот ткань правовую, которая создала правоотношение доверителя и адвоката. Здесь вот вопрос, кто разрушает эту ткань и кто фактически отказывается от дальнейшего исполнения договора. Соглашение – это вопрос отношений и доверия между адвокатом и его доверителем. Тогда как отказ от защиты, равно как и принятие на себя защиты, во многом вопрос публично-правовой. Но это не означает того, что БК, Уголовно-процессуальный кодекс, статья 49, берет и обрезает любую возможность изменения, расторжения, то есть любую форму трансформации гражданского правового отношения между доверителем и адвокатом. Если доверитель счел, что он не хочет платить, и особо было оговорено в соглашении, и это было разъяснено. И, допустим, адвокат прямо предусмотрел в драфте, в проекте соглашения, прямо вот там отдельный подстрочек для подписания, что ознакомлен с этим условием отдельно, и что доверитель тем самым подтверждает, что ему разъяснено содержание условия расторжения, например, со ссылкой, в частности, на наше новое разъяснение комиссии по этике, стандартам, утвержденное Советом, то вообще большой вопрос, а что еще адвокат мог предпринять? Разобравшись в сути соглашения, которое заключает адвокат со своим доверителем, палата пришла к выводу, что, в общем-то, это гражданско-правовой договор, в которые могут быть включены все условия, которые предусмотрены гражданским кодексом. И одним из таких условий может являться положение о том, что отказ доверителя от оплаты за работу своего адвоката является его односторонним желанием и заявлением о расторжении данного соглашения и об отказе от данного защитника. То есть не адвокат, а доверитель отказывается от защитника. Иными словами, мы нашли, наконец, смелый, решительный и революционный способ заявить. Ну хватит, в конце концов, мы тут квалифицированные юристы, мы ведь тоже умеем вносить смысл в спорное положение закона, расставлять, как говорится, акценты и придумывать новые термины для старых явлений в условиях непростого происходящего. Мы тоже можем учиться у наших коллег-законотворцев, которые не так давно проявили ведь чудеса юридической эквилибристики, Вот, например, юристы-трудовики долго ломали головы в ковидной карантине, что такое нерабочие оплачиваемые дни. Ну, в тексте Трудового кодекса нет такого понятия. Там есть нерабочие праздничные дни, а нерабочих оплачиваемых без праздника не было. Ну ничего, как-то растолковал Минтруд и стало понятно. Кто не работает, тот ест. Или вот, высвобождение сотрудников. Это что? Увольнение по сокращению штата или как? Предприятие приняло мерок и высвободило пару сотен ненужных кадров. По разным причинам как-то высвободило, но ведь не сократило. Вы уволены. Я сокращаю должность секретарши. О, Юлечка. Так и здесь. Отказ от защиты. Боже упаси, никто не отказывается. Ну а кто запрещал расторгнуть соглашение о защите и в этой связи эту самую защиту прекратить? Ну кто-то, конечно, скажет. Ребят, ну вы же казуисты. Вы не можете бросить подзащитного, прикрываясь какой-то там терминологией. Это правда. Не можем. Потому коллеги в комиссии по этике и дополнили свое разъяснение требованием принять разумные меры для обеспечения защиты своего доверителя. Во-первых, перед тем, как принять решение, расторгать соглашение об оказании юридической помощи или нет, адвокат должен выяснить причины неисполнения или ненадлежащего исполнения доверителям его обязанностей. То есть по какой причине он не платит. И адвокат должен оценить уважительность этих причин. Ну, мы понимаем, что действительно, если доверитель не имеет финансовых возможностей, они у него, возможно, ранее были, но с течением времени они оказались исчерпанными. И понятно, что адвокат должен это тоже учитывать. Кроме этого, должен адвокат принять меры к минимизации того вреда, который будет, очевидно, причинен доверителю расторжением соглашения. Почему он будет причинен, мы тоже хорошо знаем. Ведь когда это вынудит вступление в дело нового адвоката, который еще дело не знает, он должен его изучить. В теории признано, что разумные меры, которые должен предпринять участник правоотношений, это разумно ожидаемое от него действие, разумно ожидаемое поведение. И для адвоката такое поведение очень важно, потому что имеет особенности, я бы сказал, потому что адвокат исполняет публично правовую функцию и не является частно правовым, не преследует свой частно правовой интерес, как в гражданско-правовых отношениях, только у него несколько иные требования ожидаемых действий от него. И здесь ожидается определенный уровень просоциального поведения, то есть забота о тех интересах, которые он должен защищать. А интересы, которые он должен защищать и не вправе просто бросить в силу идеи служения, это интересы доверителя, такие интересы, которые не могут быть оставлены им без внимания, и интересы правосудия. Будет добросовестное поведение адвоката, если он предоставит своему доверителю хотя бы какое-то время на поиск нового адвоката и заключение с ним соглашения. Окажет помощь вступающему адвокату, передаст ему имеющиеся у него материалы дела, ведет его в курс дела и окажет всяческое содействие своему доверителю, который добросовестно ему оплачивал какое-то время, но дальше в силу имущественного положения, финансовых трудностей просто не в состоянии дальше оплачивать. В общем и целом понятно, нельзя бросить клиента, который имущественное положение свое подрастратил, хотя раньше никто не планировал, что дело затянется не на два положенных месяца, а на годик-другой. Вы прекрасно знаете, что у нас нет 394 миллиона долларов наличными. Извините, немедленно выставить на продажу биржевые места братьев Дьюк, заморозить все средства брокерской компании Дьюк и Дьюк, а также все личные счета Рэндалфа и Мортимера Дьюк. Где этот самый баланс нравственности? Вот, например, многодетный адвокат, дама-адвокат, они должны пожалеть клиента и продолжать его выручать за счет перевода режима питания своих детей, скажем, из азбуки вкуса в пятерочку? Вот знаете, сложно ответить однозначно на этот вопрос, для того, чтобы оценить этичность расторжения соглашения со стороны такого адвоката. Конечно, надо многое знать. Ну, например, нужно знать, а сколько ему было уплачено. Ну, понятно, что защита осуществляется не один год, возможно, несколько или много месяцев, но важно знать, сколько ему было уплачено до этого. Если ему было, этому многодетному отцу-адвокату, была дана со стороны доверителя значительная сумма, и в дальнейшем доверитель перестал платить. А может быть, и доверитель тоже многодетный, надо понимать. А может быть, он болен, может быть, у него там на иждивении кто-то, это что же надо учитывать? А мы же понимаем, что ведь в наше время состоятельных доверителей все меньше и меньше. Основная эта масса испытывает материальные трудности, а в регионах вообще живут от зарплаты до зарплаты. Всякие ситуации могут возникнуть, и здесь нужно действовать, исходя из принципов разумности и добросовестности со стороны адвоката. И при этом у нас остаются адвокатские палаты, которые будут осуществлять соответствующий контроль, насколько адвокат соответствовал этим принципам разумности и добросовестности, принимая решение о расторжении соглашения. В этой ситуации разъяснение говорит о том, что адвокат должен принять разумные меры. Мы понимаем, что, конечно же, когда все эти понятия, они достаточно, как в советские времена говорили, резиновые и многосложные, и они в значительной мере усмотренческие. Поэтому вопрос в том, что мы всегда, мы как юристы, хотим, чтобы были формализованы все отношения, были четко разложены. Но в области этического это невозможно. Разобравшись во многих ситуациях и запросах региональных палат, которые тоже сталкиваются с такой ситуацией, мы пришли к выводу, что дать однозначные рекомендации по этому поводу нельзя. Нельзя закрепить право адвоката, безусловно, выходить из дела в случае неоплаты. С другой стороны, нельзя обязать адвоката работать без оплаты, отказываться от других дел, поскольку он занят в данном деле, которые, в общем-то, за работу ему никто не платит. Все ситуации совершенно разные. Каждая ситуация требует отдельного изучения и соответствующих выводов, как на нее реагировать. Вообще, коллеги, интересная у нас профессия. Я как-то ехал со своими коллегами, ну, более молодыми, после судебного заседания, когда незаконно нашему клиенту избрали стражу по этой предпринимательской статье. Потому что, как обычно, был рапорт толкового майора, что он может скрыться, воспрепятствовать и так далее. Едем и разочаровываемся в профессии. Все, хватит. Я ухожу из профессии. Ну, ведь несправедливо же. Ты ведь юрист вроде, ты специалист по справедливости. Ты же не просто какой-то там крючкотвор или казуист. Ведь юстиция – это справедливость. А тут вот такое вот. Ну, и я так вбрасываю в тему дискуссии своим коллегам, мол, ребят, странное дело, родина, закрыв нашего клиента на два месяца, обеспечила нас заработком. Ибо работа там по часам и, соответственно, больше зарабатываем, посещение СИЗО туда-сюда. Ну, как-то гадостно все равно на душе и денег никаких не хочется. И все так согласно завздыхали вплоть до того, что мы остановились у ближайшего ресторанчика и пошли традиционным способом стресс снимать. Когда ты уже много лет с доверителем идешь, это даже не в уголовном, в любом деле. И, ну, например, это помещенная оплата. И, например, спустя 4 года уже понимаешь, что уже касационная инстанция, что уже там финальный заседательный доверитель говорит, ну, мне здесь сложно платить. И ты просто понимаешь, что объем денежных средств тебе уплаченных, он был немаленький. И самое главное, дело тебе интересное. Ведь адвокат же берет дела в первую очередь потому, что ему интересно профессионально. И наравне с этим, но все-таки следующее по логической причине следственной связи уже вопрос денег. Да, то, ну, какой разумный адвокат откажется от перспективы, например, получить по своей жалобе отмену в касационной инстанции? Или, возможно, получить чудо в виде оправдательного приговора в защите доверителя? Да, это самостоятельные мотиваторы и факторы, благодаря которым адвокат остается в деле. Да, и, ну, я лично исхожу, что если бы в корпорации, и вообще, что в корпорации таких большая часть, и еще лучше, если таких будет еще больше. Да, и я уверен, что нас, людей творческих, больше, чем материально ориентированных. Ну, то есть в корпорации все-таки перевес тех, кто больше переживает за дело, чем за гонорар по нему. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. Потому большинство из нас, ну, даже и без разъяснений комиссии по этике, понятно. Разумный баланс между делом твоей жизни и гонораром проходит примерно там же, где грань между необходимой обороной и пределом ее превышения. То есть, если твоей жизни или здоровью угрожает опасность, если опасность угрожает твоим близким или твоим другим добросовестным клиентам, исполнением тобой обязанности защитника по бесплатному делу, только тогда ты можешь прекратить соглашение с клиентом, прекратить его защищать, соблюдая при этом формальные рамки, о которых в декабре поведала комиссия по этике. Конечно, не дай бог нам так оголодать, а потому в новом году интересных всем дел, благодарных клиентов и удовольствия от работы. Субтитры создавал DimaTorzok